Друзья, перед началом обзорчика на соревнованиях хочу сказать большое спасибо телеканалу ОТС за то, что сделал эту трансляцию, полная версия их трансляции по ссылочке в описании и предупредить хочу всех, будет много мата, искренний, жесткий контент в жестких соревнованиях. Погнали! Генеральный амбассадор рэпа на этих соревнованиях делает... Ох ты мой! Курит, пьет и не уезжает, бэксэй 1260 даблкор Ну как можно снимать трамплин, ну вот рядом с тобой человек едет, ну подготовься, ты че руки дрожат, бухал что ли вчера Это не разминка же у нас все-таки Кто-нибудь из тренеров сказал есть, что не разминка сейчас? Делает... Ой, бляха, муха, делает скорпиончика Бэксэй 1, 2, 3 Хорош! Едет, едет тоже 720, скорее всего будет... Да! Молодец! Умница! Вцепилась в грэп Ха-ха-ха-ха! Фирмач показала! Друзья, всем привет! Я нахожусь на своей кухне в Красной Поляне И прямо сейчас в 7 утра проходит чемпионат России по биггейру в дисциплине биггейр Будут мужчины и девчата сегодня соревноваться Самое важное событие сезона Потому что после чемпионата России отбираются в сборную России люди И потом уже представляют Россию на Кубках мира Вроде бы на которые нас пока не пускают Ну, надеюсь, что в следующем году все поправится Сейчас буду обозревать эти соревнования Погнали! Во-первых, ну, хочется сказать, что соревнования проходят в городе Новосибирск Там мой родной спот Это моя родная горка На которой я провел, не знаю, пол своей сноубордической карьеры А может быть даже больше И Просто невероятная подготовка соревнований У ребят прямая трансляция У ребят появились спонсоры с призовыми какими-то космическими Типа 300 тысяч Вот Варвара Романова делает 720, но падает Короче, я не думал, что на этом трамплине Кто-то сможет делать такие трюки Давайте смотрим дальше Не сказали, кто это едет Но Пуф! Закрутилась на 900 Ось вращения была на бэксайд 900 Но по какой-то причине не раскрылась, не замедлила вращение И уже на 1080 началась Началась крутка Ну, как бы ось неподходящая для этого трюка Поэтому Поэтому надо ехать на вторую попытку О, Никольская Мария на старте Очень юная спортсменка Кстати, ее готовит Антонио Мамаев Не знаю, Антоха вроде выигрывал чемпионат России Точно выигрывал Вот, он, кстати, тоже участвует на этих соревнованиях Давненько мы не видели про него никаких новостей А это его подопечная Катаются по всей России Постоянно тренируются И 720 будет Фронтсайд 720 Не уезжает Ну, надо булочки не расслаблять Сильнее закручиваться Предыдущая спортсменка закрутилась Сильнее перекрутила А это не докрутила Ну что, тихо на Вадаре Едет просто какие-то повороты Очень уверенные Делает 720 И падает Пока что ни одна спортсменка не уехала Смотрим Фронтсайд Да, ну наконец-то Ура! Ура! Наконец-то первый атлет Приземлил трюк В принципе, девочки делают похожие трюки Все практически сделали 720 Пытались сделать плюс-минус И кто-то на 900 замахнулся, да? Плюс-минус один и тот же уровень Я думаю, что раскроется весь потенциал у нас Ко второй-третьей попытке Варвара Романова Это, ну, как бы Варвара может у нас Посоревноваться за места Потому что, насколько я помню Она не раз Уже занимала Была в тройке на чемпионате России Честно признаю За женским сноубордингом Блин, редко слежу Подписывался на девчат Которые круто у нас катаются Они, блин, редко выкладывают контент Меня это расстраивает Вообще ничего не понятно То есть там раз в год Если увидите Вот как северное сияние Они там пост выложат Как они катаются Такой, о мой бог Варвара Романова Делает бэксайд 720 Коронная Ой-ой-ой А ведь она хотела Бэксайд 900 А ведь она хотела Замахнуться Уже на трюк, который Приведет ее в пьедестал Но это прям Ну 720 Просто Ну, как бы Тут Именно вращение было На 720 градусов Гадалки не ходи Тут Ничего не надо было делать Не выкручивать Тут надо было просто Смириться С тем, что закрутилось Немного И все-таки Ну, как бы Взять и оставить Этот трюк Ну, что поделать, да? Что у нас Степанова Есения Она была Даже приглашена На В Европу В прошлом году Каталась с девчонками То ли на соревнованиях То ли была сессия Прыгательная И здесь делает Фронтсайд Аааа Ео Врод Конечно, друзья Ну, что за печаль Просто я знаю Что это такое Я вижу Я вижу, что происходит Со спортсменами Особенно Которые не долетают Особенно Ну, как бы Видно Пролет не самый Гигантский Вообще Вот Просто По какой-то причине По какой-то причине Она решила Перестраховаться Видимо И Взяла Меньше скорости И не долетела И такое Со мной Бывало И не раз Что я Перестраховщик И что тот Начал страховаться И ни хрена Не долетал Видите Тормозят Тормозят Очень много Спортсмены Чтобы далеко Не улетать Потому что Видимо Да Ого-го Тебя куда несет Отлично Номер 38 Забыл Кто это Семерочка Просто Великолепная Да На шароварах Таких неплохих Вообще Девчонка двигается Греб Держит долго Вот этот подхват Доски Оператора Увольняем Нахуй Потому что Он просто Блядь Не может Поймать человека На приземлении Просто тут Выводы Они сами Напрашиваются Друзья Петицию Подписываем Да Меняем оператора Чтобы на чемпионат России Было во Но уже В принципе Я считаю Хорошо Хотя бы Такое Есть у нас Илюха Баскаков Блядь Илья выиграл Так-то вообще Чемпионат России По слоп-стайлу В этом сезоне В прошлом сезоне Он тоже Два раза Что ли Чемпионат России Начал Выигрывал То есть Какой-то вообще Просто Я Я от него В шоке Реально Что он творит Итак Первый парень Бэксайд Бэксайд Пузлайт Он решил нам Показать Небольшой урок Карвинга Ну Это Бэксайд Даблкорг 1260 Который он К сожалению Да К сожалению Уехал Не самый сложный Трюк Который можно Сделать На этом Трамплине Ну Блин Я конечно Я конечно В печали И Как бы Если вы будете Кататься Потом На других Соревнованиях Вы Обязаны В любую Погоду Прыгать Итак Следующий Спортсмен Делает Бэксайд 1260 Прямо Идентично Повторяет Загляю Баскаковым Почему-то Он решил Как за старшим Братом Повторять Ну вот Все плохое Что делает Старший брат Курит Пьет И не уезжает Бэксайд 1260 Даблкорг Выглядело Это именно так Так это Ленчевский Алексей Это брат Ленчевского Ярослава Который на тренировке Показывал Невероятный Уровень С первой Попыткой Ленчевский Алексей Едет И делает К фронтсай 1080 Скажу Честно Этот трюк Даже сложнее Делали девчонки На разминке Но Решил То ли Засейвиться То ли у него Программа Такая Что он не прыгает Выше головы А делает Вот ну Делает то что у него Стабильно То что у него Подготовлено Но в целом Трюк Стильный Уезд Просто Идеальный Уровень Великолепный Почему не показали Кто это Номер 64 Я даже Я честно не знаю Кто это По Глазам не увидел Тоже делает 1800 Уезд Очень плохой Коснулся Двумя руками Споткнулся И за это Конечно Снимут баллы На самом деле Насколько я помню Судейство Следующее Амплитуда Ну Первое Сложность трюка Естественно Потом Амплитуда Потом Приземление Насколько оно чистое Потом Как человек В полете Себя ведет Дергается Держит Грэп Или нет Вот все это влияет В конечном итоге На На результат У нас Бобрышев Водянчик Сахалинская область Это именно тот человек С которым Мы Снимали Видео Видео Про то Как мы Тестировали Устраивали Краш-тест Самого дешевого Сноуборда В России Не дай бог Нам дать Сноуборд дешевле Мы еще Снимем вторую часть Это Вадюха Вадян Бобрышев Он будет На Нюстрокемпе Возможно Мы с ним Снимем Что-то Ядреное Болею за него Это уже Старая гвардия Это уже Как бы люди Не 23 года Не 25 Это уже все Это взрослый Уже бизнесмен Предприниматель Который не может Все отпустить Из своего сердца Сноубординг Ездит Соревнуется На чемпионаты России Я даже Предсказать могу Что за трюк Он будет делать Фронтсайд Даблкорк 1080 Настолько я люблю Его и знаю Ого Он начал Не даблкорк Даже делать А просто Фронтсайд 1080 Была попытка Хотя Хотя Вариант С даблкорком Он умеет Тоже хорошо Или это Кэп 1080 Ничего себе А он потом Будет делать Фронтсайд В другую сторону В общем смотрите Даблкорк Это двойное сальто То есть ты делаешь 1080 градусов И еще Через двойное сальто Можно в ровной оси Крутиться Параллельно сноуборд Параллельно сноуборд Будет Склону Это будет Ну там Ровная ось А даблкорк Это через сальто Вы будете делать Ну что Тараканов Игорь Это Нас ждет Незабываемое Путешествие В Новый мир Стиля И эстетического Наслаждения Потому что Это один из немногих Спортсменов Который Делает действительно Очень красивые Вытяжки То есть Как бы Вцепляется В вытяжку Как за свой последний шанс Я не знаю Во всем Посмотрим сейчас Что он нам покажет Итак Мистер Тараканов Игорь Делает Бэксайд 1260 Идеально Оператор Который Снимает Соревнование Выбрал Еще более Ужасное Более Ужасное Место Для съемки Фронтально Прям Блядь Снизу Боже Мой Вот Хотя бы Вот так А вот У нас же Есть Ёппар СТ Есть человек Который Есть человек Который На столе Стоит Снимает Блядь Почему его Не показывают Я просто В шоке Ребята Ну Ёппар Сейчас Монтирую Видос И я понял Наконец Почему Оператор Так плохо Снимал Эти соревнования Все дело В том Что у него В одной руке Была камера На которую Он снимал А в другой Руке У него Был телефон В котором Он Оказывается Закупался В магазине Кан Потому что Он нашел Мой промокод На скидку В описании К этому Видео Я прогнал На него Извиняюсь Сильно Давайте Продолжаем Смотреть дальше Ну что Могу сказать Мамаев Антон У нас Сейчас На старте Прекрасный Выбор Прекрасный Выбор Шлема Цветовая Палитра Мне Очень Нравится Я Вообще В восторге Честно говоря Что это за шлем Я Я просто Восхищен Ослеплен На самом деле Антох Мамаев Выиграл чемпионаты России Покажет ли он нам Уровень Раз Два Три Бэксет Трипл Корк На Жопень И как бы И часто Такое бывает Частенько Бывает такое Что Бэксет Трипл Корк На жопень Короче Антох Мамаев Может показать Еще нам Уровень И он Первый человек Который в России Приземлил Бэксет Трипл Корк Не забывайте об этом Щит делает Три варианта Трипл Корка Вот Кто это А базовик Никита Правильно произнес Или нет Фамилию делает Ой Бляха Муха Делает Скорпиончика Бэксет Трипл Корк 1440 И хватает Конта На приземлении К сожалению Потому что Не докручивает Ребята Бабах Ну все Я надеюсь Нормально Голеностопы Живы Мостовой Константин Тоже Тоже Гипер стиль Который нас ожидает Бэксет 1260 Дабл Корк И Амплитуда Как-то Небольшая Удивительно Да Но Все чистенько Да Закрутка Греб Приземление Ручками Не трогал Все хорошо Чуть-чуть Не докрутил Но Чтобы Остановить Вращение Иногда Это Делают Вот Миша Матвеев Уже У нас На Экранах Тоже Парень Который Неоднократно Выигрывал Соревнования То есть Он Мощно Катается И в И я Чувствовал Я знал Это Парень Который Катается И прыгает Трюки В любую Погоду То есть Настолько Уже Они у него Натренированы И это Очень важная Черта Спортсмена Просто Здесь Амплитуда Приземление Греб Ну Все Вообще Вот Все В совокупности Очень Круто Очень Мощно И Это Блядь Просто Он уже Взрослый Сколько 26 27 Или Может Путаю Но Он Старше Других Ребят Которые Участвуют Но Опыт И Натренированность Накатанность Этого Трюка Она Прям Чувствуется Она Прям Видна То Что Его Он И На Лапки Приземлится Вот У нас Два Мальчика Катаются Не Один Да Киселетик Так Номер 35 Не показали Кто Же Это Все Так Но Это Какой Генеральный Амбассадор Рэпа На этих Соревнованиях Делает Ох Ты Мой Как Стильно Я Вот Такой Редко Вижу Это Бекси Дабл Корк С Мьют Гребом И Посмотрите Приземление Какое Охренеть Как же Он Докрутился Я Так Не знаю В жизни Раза Не делал Настолько На Тоненького Но Докручен Трюк Был Полностью Греб Охеренный Улетел Далеко Просто Браво Амбассадор Рэпа Там Не высветилось Кто Это Я Честно Не помню Стартовый Блять Лист У меня 7 утра Ребята Я пытаюсь Попить кофе И проснуться Ну Вот Ну Ярик Линчевский И вот Мы знаем Конечно же Стал Кстати Ярик Линчевский Амбассадором Горилла Энерджи В этом Сезоне Поздравим Поздравим Пацана Это Очень Очень Хорошо И достойно Я думаю Что он Абсолютно Заслужил Таких Спонсоров Таких Партнеров И так он Едет Бэксайд Раз Два Три Хорош Блять Молодца Это Первый Трипл Корк Который Уехали На этих Соревнованиях Ярик Молодец Собрался И идеально Идеально Посмотрите Уехал Этот трюк Первая попытка У многих Не задалась Он собрал Яйца в кулак Бахнул нам Красивое зрелище Вот у нас очки Тихонова Дарья Беликова Дарья Романова Варвара Смирнова Варвара Две Дарьи Против Двух Варвар Сейчас Будут Бороться Но на самом деле Что мы видим Первые два места Первая попытка Вообще Нахрен Не показательная То есть Все будет понятно На второй Третьей попытке Все может поменяться Вот Такие вот дела Ну что Как я и говорил Линчевский Ярослав На первом месте Мишка Матвеев На втором Дальше Степанов Даниил И Тараканов Игорь Соответственно Пока что Только первые Пять мест Первые пять мест Они Какие-то более-менее Конкурентно Способны Между другом Но у нас Еще есть Вторая Третья попытка По сути Общий бал Который Будет За две попытки Он И будет Оцениваться То есть Еще ребята Могут Те кто упал Приземлить Вторую попытку Приземлить Третью попытку И выйти На первое место Такое тоже Может быть Интрига Сохраняется Но если человек Упал два раза Подряд То я думаю Шансов нет Посмотрите Погода меняется То какие-то тучи Пришли То солнце вышло И чтобы Ориентироваться Видеть Весь рельеф Все супер было Естественно Друзья Вам нужна Прекрасная маска Моя масочка В которой я катаюсь Уже 4 сезона Кайфую Невероятно Линзы на магнитах Хоф-хоф поменял Катаешься В любую погоду Всем вам советую По ссылочке В описании К этому видео Можно ее взять Купить И кайфануть Стоит она Совсем недорого В комплекте Несколько линз Ну а мы что Продолжаем смотреть На этот кайф Что Вторая попытка У девочек Началась Блин Кто это едет Ее простые Не показали нам И делает 720 Еле как Уезжает На заднем кантике Но Трюк Есть Есть Блядь Да что с оператором Ну что ты за человек Ну зачем Зумить то так Ты в двух метрах От человека Находишься Зачем Блядь Приближать то его так Ребята Ну в самом деле Ну что такое то А А А Но Блин Антясова Тианина Смотрим Что же она нам покажет Делает Бэксайд Бог ты мой Она была на волоске от того, чтобы сделать скорпиона на приземлении Но, я не знаю, какое-то чудо божественное Ей помогло этого избежать Это был ноуз-баттер на приземлении Она сама в шоке Просто пересмотрела каких-то видеороликов от Маркуса Кливленда И решила показать действительно нам шоу Молодец Не знаю, на самом деле за это снимут баллы Точно Потому что трюк недокручен Несмотря на то, что она не упала Но, бля, ребята Это, конечно Просто чудо чудесное Как она не упала Хорошо, что после таких падений Могут на самом деле увозить просто на скорой помощи Реально прям Прям без проблем Ключи целомаются, блядь, только в путь Если вот ловите контов У нас на старте подопечная Мария Подопечная Антона Мамаева И она делает 720 Ну, допустим, да Мало, очень мало дадут баллов К сожалению К сожалению Потому что не докрутила Прям 90 градусов Посмотрите 90 градусов не докрутила Прям сильную по Марку Снимут баллы Но уехала трюк Уже хорошо Это, насколько я знаю То ли ее первый чемпионат России То есть она прям очень молодая И все у нее впереди Но соревновательного опыта Надо набираться Невероятно Лучший трамплин Кстати, за трамплин Я так понимаю Еще отдельное спасибо Надо сказать Дмитрию Миндрулю Который его реально Как своего ребенка Постоянно шейпит, строит Получился реально шедевр Один из лучших трамплин в России Ну что Делает 720 Следующая девочка Под номером 11 Да Фронция 720 Прекрасное исполнение Гребчик Приземление хорошее Ну, в задний кант Такое, знаете Такое На прямые ножки Не вцепилась она В приземлении Но уехала Все хорошо Молодец Итак Все У нас выглянуло солнце Ребяточки Наконец-то Мы можем, блядь, увидеть Сильнейшие трюки Беликавадария Она едет уже у нас на трамплин И делает фронтсайд 700 540 Фронтсайд 540 А зачем А зачем нам фронтсайд 540 в финале Даша Дашенька Что такое Зачем нам Это не разминка же у нас Все-таки Кто-нибудь из тренеров Сказал ей, что не разминка сейчас Ёлы-палы Да Ну ладно Ну что Варя Романова Она уже Она находится там В первой четверке После первой попытки Делает Фронтсайд 720 Тоже много Помарок На приземлении К сожалению Ну что Степанова Есения Сейчас на старте Степанова Есения Да Ну она Конечно Делает и даблкорки Покажет ли она нам что-нибудь Бэксайд 720 Ну сделай Молодец Молодец Ну да Дуд Нормально за это бал Не самое лучшее Не самый лучший И сложный трюк От Степановой Есения Ну солнышко выглянуло Слово Хвала богам Ребята Парни Ну давайте Ну Покажите нам Действительно уровень Который вообще От которого мы С ума сойдем Кудряшов Ярослава И она Едет 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 Тоже 720 Скорее всего будет Да Молодец Умница Вцепилась В греб Ха-ха-ха Фирмач Показала Ну понимаете Да Эти сноубордисты Против системы Как бы Если стоят красные сетки Мы либо их перепрыгиваем Либо под ними пролезаем Особенно Распространен Такой трюк Во фрирайде Ха-ха-ха Во фрирайде Да Особенно Такое Очень часто бывает Молодец Супер Хорошо Что она Прям вот Прям умница Сложно Сложное приземление Она быстро сориентировалась Вцепилась В приземление доской Докрутилась За счет скручивания Тоже непростая херь Но у нее все Удалось Умница Амплитуда была неплохая Ну что Насбаскаков Илья Это чемпион России В слоп-стали 2023 года В этом году Он выиграл чемпионат России Он упал В первой попытке Ну что Сейчас будет повторять 100% Это бэксайд Даблкорг 1260 Смотрите Раз Два Бам Уехал Солнце пришло Пацаны Собрались Начали показывать результат Начали показывать шоу Молодцы Очень рад Тому что сейчас происходит Так Ребята Ну солнышко пришло Кто у нас на камерах Пересвет пожалуйста Вот парень внизу уже НД фильтр надел На свою аппаратуру Аппаратура бешеных денег стоит Друзья Ну Что с экспозицией Давайте думать Давайте Я вам в чат сейчас напишу Подскажу Что там подкрутить Нам нужно видеть Каждый взмах руки Каждый грэп Понимаете На этих соревнованиях Мы не готовы На меньше Так Ну что Бельсинр Александр Делает бэксы Тоже 1260 И так же уезжает Помните Бельсинр Александр Это младший брат Баскакова Ильи Который повторяет За ним все трюки Первую попытку Оба упали На одинаковом трюке Вторую попытку Оба Сделали Один и тот же трюк Понимаете Бельсинр Александр Официально Младший брат Ильи Баскакова Если он еще повторит Трюк Который будет В третьей попытке Это будет очень смешно Ну молодец Красавчик Уехал трюк За это респект Блин Кто же это едет То ли Костя мостовой Что ли Так Смотрим Ай-яй-яй 1800 градусов Просто Фронция 1800 Я считаю Что неправильно Что здесь Ну выставили Конечно Сетки Глупость полная Нужно Ребята Пусть Пусть уезжают Оттормаживаться На выкате Это не самое лучшее решение Потому что Скорость набирается Ну как бы Атлет должен Еще проехаться Чтобы Не упасть Вот И конечно Тормозит На таких бешеных скоростях Обычно Не тормозим Конечно В таких местах Едем по прямой Баженов Севолод Закидуху какую-то Готовит нам Ну что Баженов Севолод Готовит Закидуху нам В бэксайд Будет закручиваться Руки уже Плечики размял И что И здесь Раз Два Вот это Уже Интереснее Это бэксид Даблкорк 1260 Интереснее Почему Потому что улетел Посмотрите куда Вот улетел На середину приземления Там сразу же Амплитуда такая Просто бешеная Там сразу же видно Как же Ну Как же круто Выглядит трюк Чуть-чуть Перекрутил Ушел в заднюю ногу Ну и соответственно Да Не уехал Не уехал К сожалению Но Чтобы прыгнуть Триплкорк Надо конечно Улетать В это место Это даже не обсуждается Так Ну что Бобрышев Вадим Старогвардия Бобрышев Вадим Кстати Вадян Бобрышев Прошел С какими-то Вообще Балами Невероятными В финал То есть Прям где-то В середине Не был Сейчас посмотрим Все-таки Что же он нам подготовил Может он выучил Какой-то новый Трюк Мы не знаем Видите Он просто Как миллиметраж Устанавливает От точки старта Такую позу Принял Позу Охотника Что он сейчас Готов накинуться На кикер Видите Четко Встал И поехал Прямо Чтобы скорость Была Одинаковая Это Кэпдабл 1200 Да Это у нас То ли Кэп То ли Фронтсайд 1080 А такое Ощущение Что хотел 1260 Такое ощущение Судя по лицу Вадяна Он уже Короче На Ньюстаркемпе Уже на Ньюстаркемпе Отвисает Отдыхает И кайфует Да Что-то он Недоволен Вообще Катанием В 9 утра Там Вообще Что-то ему Не нравится Эта история Я вам Могу сказать По его выражению Лицо 100% Тараканов Игорь На старте И что он Нам покажет Делает Фронтсайд 1080 Я думал Что не докрутит Но из-за того Что амплитуда Большая Скорости Много Улетел Хорошо Далеко Трюк Не сложный Трюк Действительно Простой Но он Сделал Дабл грэб Он сделал Там Что-то Трак драйвер Что-ли То есть Инди и Мелон Одновременно За это тоже Дадут Больше баллов Улетел Очень далеко Но трюк Простоват Я думаю Что будет усложнять Естественно Третьи попытки Но пока что Он сделал Два трюка Уже Уехал Уехал И в принципе В принципе Это уже Какой-то Сейф Сейф Ран Сделал Да Застолбил Хорошие попыточки Сейчас можно Булки Расслабить И соответственно Пригодить Попытку Итак Антон Мамаев Легенда Российского Сноубординга Не побоюсь Этого слова Потому что Он и Кват Андерфлип Кстати Один из первых Попробовал И прыгал На чемпионате России Практически Уехал То есть Таких трюков Мы даже Блин В России Даже Пока что Не слышали Не знаем Никто у нас Кват Не делал Вот Антох Мамаев Пробовал Ну что Сейчас будет Все зависеть Он упал Первую попытку Вторую попытку Уедет или нет Бэкси Трипл Кор Раз Два Три Бляха Муха Не показали нам Приземление Ну что же это такое Ну судя по реакции Антона Приземления Не было Ёлы-палы Ну раз Два Что-то как-то его Подкручивает Как-то Ай Жопой Жопой Коснулся Снимут баллы Да И скорее всего Скорее всего Он не поборется За За первые три места Абузовик Никита Оранжевые волосы Почему-то он Дровосека Мне напоминает Из Алиса В стране чудес Делает Делает Бэксай Трипл Корк Просто Блях Я не знаю Действительно Показал Кто здесь Батя Посмотрите Вот здесь Немножко другое Исполнение Как раз Про то Которое Я говорил Он вылетел Закрутился Раз Два Три И вот здесь Только Открылся Да И ловит Приземление Ой-ой-ой Какой Жир Просто Просто Блядь Какое-то Изгнание Дьявола Максимально Выжимает Все соки Из этого Трамплина В Новосибирске Просто Показывает Жесть Какой уровень Очень круто Очень мощно Блядь Просто Это вот Действительно Уровень Как сказать Райдеров Которые Не боятся Не боятся Больше ходов Брать Не боятся Действительно Закручиваться На серьезные Трюки Улетать Далеко И это Сразу же Выделяется И этого Нам нужно Это Нам нужно Видеть Ну что Костя Мостовой Едет Ждем Ждем Стиля Ой-ой-ой-ой Посмотрите Фронции 1440 С инди Грэбом Такой Знаете Я Я бы Даже Смотрите Посмотрите Какой Стиль То ли он Там Грэб Отпустил Ай-яй-яй Да Ой-ой-ой Ничего Се Там Коленочка Согнулась В три Погибели Конечно Снимут Баллы За то Что Коснулся Рукой Что-то Его там Скрючило На приземлении Но Опыт Все равно Райдера Каков Он Открылся Раньше Почему Потому что Понял Что перекручивает Что он Иначе На жопу Приземлиться Открылся Раньше Замедлил Вращение И Соответственно Это Помогло Ему Уехать Выехать Этот Трюк Опыт Молодец Молодец Что так Сделал Конечно Нужно Было Так Делать И без Вариантов А Все Понял Вот Почему Начали Райдеров Останавливать Потому что Показывают Их Здесь Перед Попыткой Следующего Райдера Михаил Матвеев Идеальная Была Попытка В первом Первая попытка Здесь делают Бэксайд Трипл корк К сожалению Не уезжает Солнце Ему Не Помогло Операторская работа Как всегда На высоте Нихера не увидели Надеюсь Покажут Повтор Ай Ай Ну что Раз Два Три Что-то он толен Раз Два Три И Как у Три Трюк Трюк Не сложный Трюк Ну как бы Обычный Но видимо Он для сейва Его сделал Посмотрите Грэб Держит Хорошо Улетел Далеко Приземлился Идеально Это Засейвился Возможно Возможно В третьей попытке Нас ожидает Действительно Реальное шоу От него Потому что Он будет усложнять Естественно Какой-то Из трюков Первый Или второй Который он делал В первой Или второй попытке Ну что Нас Ленчевский Ярослав Который после Первой попытки На первом месте Был Я знаю Я вижу Что он делает Он хочет Фронцет Трипл Корк Нам показать И кстати Фронцет Трипл Корк На соревнованиях Редко Кто прыгает В Бигере Да Потому что Трюк Действительно Сложный Очень сложный И И это большой риск Но если вы его уедете Вы скорее всего Будете в тройке Я сейчас вам Могу сказать Если Ярик Сейчас Уедет Свою попытку Вот то Что он сейчас задумал Я даже не знаю Точно Что он задумал Если он уедет Он с вероятностью 90% Будет в тройке Мои предсказания Это мой прогноз Ставим ставки И здесь должна быть Реклама Букмекерской конторы Ну что Едет Ярик Ярик Ленчевский Раз Два Три Бля Далеко Да Было изначально видно Что много Много ходов Взял И он летит Я думаю Епарас Если он уедет Это будет просто Жесть Ну просто мясо Да Ну слишком далеко Конечно Чуть поменьше Быть скоростью Взял Да Было бы хорошо Но так даже Интереснее Друзья Многие Очень сильные Райдеры Упали на второй попытке Это значит Что третья попытка Расставит все По своим местам Ну что ребята У нас началась Третья попытка И не показали Сводную таблицу Пришлось ручками Ее сделать Посмотрите Таблицу Сделал только По парням Потому что У девчонок Там какая-то проблема Там перепутали Имена Фамилии И непонятно У кого какие баллы Серьезно Я прям начал составлять Там все перепутано Смотрим У нас Точно Не войдут В тройку Уже Сто процентов Это Линчевский Алексей Баженов Севолод Бобрышев Вадим И Мамаев Антон Они перестают бороться То есть у них Такие плюс-минус Плохие попытки Были уже в двух попытках Ну в первой и второй попытки Соответственно Что бы они там Не прыгнули В третьей попытке Навряд ли они Смогут перебить Ну там баллы Например 150 баллов Да Чтобы 150 баллов Перебить Нужно например Мамаеву Антону Прыгнуть На 86 Ну получается На 87 баллов То есть что-то Показать Такое Вот А тут у нас уже Два человека Кто прыгнули По 150 баллов И И сейчас Остальные ребята Они будут Улучшать свои попытки Смотрите Линчевский Ярослав 90 баллов Матвеев Миша 89 баллов В первой попытке Значит что в третьей попытке Если они ее Уедут Это будет гарантия Того что они Ну там займут Какое-то призовое место Антясова Тианина Она сделала Бэкси 1080 в прошлой попытке Не знаю Третья попытка 720 Ну уедь Короче Очень все На тоненького И Непонятно Все-таки Что будет в итоге Сколько баллов Снимут За такую семерку Видите Плохой уезд О Ну нормально Ну нормально Снимут баллы Но в целом нормально Не помню даже Сколько и дали баллов За прошлый 1080 Немного на самом деле Потому что Потому что Ну там были По марке Никольская Мария Она Сделала Фронт 720 720. Умница! Она сделала фронт от 720 на прошлой попытке. А здесь бэксать 900. И видно, что бэксать 900 у нее просто вообще идеальный. Идеальный вообще. Просто бабах, все уехало четко. Тихонова Дарья на старте. И делает 720 и улучшает. Она вроде бы делала 720 тоже в прошлой попытке. Сейчас, видимо, решила улучшить. Да? Ну, в целом, неплохо. К сожалению, не видим мы Беликова Даша. Дальше. Смотрим. Беликова Даша делает 720 и уезжает. Умница! Она просто гений вообще. Во второй попытке она прыгнула фронт от 540. Такой, типа, пристрелочный, да? Типа, припрыгалась. И в третьей попытке делает фронт от 720. Причем делает, конечно, приземление выглядит не супер четким. Вообще. Но зато она не упала. Руками не коснулась. Никаких ревертов не делала. Ну, как-то на тейл-прессе действительно в баттере четко проехала. Романова Варвара едет на старте. И пробует у нас бэксет 720. И делает отлично! Умница! Бэксет 720. Хороший трюк в копилку. Степанова Есения. Ну что это? Янг Стар. Девочка, которая удивляет невероятными трюками. И, к сожалению, такое ощущение, что этот чемпионат России нам не подарит чего-то из ряда вон выходящего, чего-то невероятно красивого и сложного. Или... Блядь! Да, именно этот трюк, я про него и думал, что она его делала на разминке. Это фронтсайддабл 1080. Это самый сложный трюк, который прыгают девчонки у нас пока что в России. Сложнее ничего пока я не видел. И она его на квалификации, на тренировки точнее, охеренно сделала. Давайте посмотрим. Из Инстаграма возьму. Жаль, что не уехала. Надо больше тренироваться. Кудряшова Ярославна едет. Ого! А, это семерка. Мне почему-то показалось, что это 1080. Но посмотрите, какая группировка, какой греб, вытяжка. И приземление поймала умница, раскрылась без... Ну, то есть вообще просто шикардос. Но уровень просто, такое ощущение, что не меняется. Эти 720 прыгать... Ну, блядь, ну что это? Ну, просто, ну... Ну, скучно, скучно, скучно. Просто скучно. Я смотрю, мне, блядь, скучно. Почему? Потому что хочется уже, чтобы девчонки, они как бы пушили. Вот Есения, она что делает? Она берет и прыгает дабл. Если бы она уехала, это все. Это выход соревнований на новый уровень. То есть другие девочки уже все. Они понимают, что... Ну, там, 720, там, какими-то. Ты уже на первое место не выйдешь. Потому что Есения, она будет накатывать и накатывать. Она начнет бэксать дабл корт, прыгать, да? Вот. И потом ты хрен с ней поборешься. Тебе уже нужно по-любому будет прогрессировать, да? Этого не хватает. Поэтому, конечно, грустно смотреть на то, что... И тут понимаю тоже спортсменов. На какой хрен мне рисковать? Если, ну, там, например, у девчонок, у некоторых, этот дабл не... Прыгало две девчонки дабл. Есения или еще какая-то девочка бэксит дабл прыгала. Вот на какой хрен мне рисковать, если они нестабильно прыгают свои даблы? Я могу просто прыгнуть 720 и 900 и быть на первом месте. Я бы так и делал. И вы бы смотрели мои выступления, и вам было бы, возможно, скучно, да? Но с точки зрения стратегии и математики, это верное, максимально верное решение. Мы же все-таки здесь работаем на результат. Если мы хотим показать шоу, то, к сожалению, у нас... Ну, это большие риски, я вам так скажу. Действительно, очень большие риски. Совмещать в себе и шоу, и высокие результаты, тоже надо смотреть по ситуации. Насколько вы в себе уверены и так далее. Но если мы говорим про чемпионат России, это соревнования, на которых идет отбор в сборную. Вы грамотно, стратегически отработали соревнования, попали в сборную, а там уже, блядь, чудите, че хотите. То есть там, например, несколько стартов там мировых, и там, конечно, надо рисковать. Ну, не всегда, но там уровень такой, что, блядь, 720 там вы точно не сделаете. Там надо на все бабки. Особенно для ребят, которые у нас от России выступают. То есть там нужно гасить на все бабки. Сто процентов. Что я могу сказать? У нас сейчас Баскаков Илья. Баскаков Илья будет стартовать. Он упал первую попытку. Во второй попытке всего лишь 72 вала, чтобы ему хотя бы выйти на третье место. Видите? Тут уже два человека по 150 баллов за две попытки есть. 72 балла, да? Ему нужно получить 79 баллов. Вот за этот трюк, который он сейчас будет прыгать. 70 баллов, чтобы хотя бы уже перебить те попытки, которые есть. И будет он прыгать раз, два, три. Все. Баскаков Илья. Поздравляем тебя с тем, что ты занял первое место в слоп-стайле на чемпионате России. Но в Бигире в этом году ты, к сожалению, не в тройке. Попрощаемся. Упал на жопу, да. Тут сразу же немножко он чешет. Да. Ну что, кто у нас тут? Бельсинер Александр, черный властелик. А, это же младший брат Ильи Баскакова. Сейчас посмотрим. Будет ли он тоже делать бэксит трипл корк? Будет ли он за ним повторять? И получится ли обогнать своего старшего брата? Да. Он решил сделать фронт за 1080. Тоже, в принципе, разумное решение. У него есть первая попытка, на которой он сделал трюк на 70 баллов. И, соответственно, третью попытку он решил не рисковать сделать 1080. Он не попадет в тройку, но он будет где-то там шестое место, может быть, да. Для результата, для своей сборной, там, своего города. В принципе, логичное решение, типа, я не в жопе, я где-то посередине. Давайте в меня еще вложите немножко денег. Я буду показывать более интересные результаты. Так что не скидывайте меня со счетов. То есть, тоже такое решение грамотное. Он объективно понимает. Трипл корк, он не прыгает. Он не прыгнет его сейчас. Поэтому нужно, как бы, сделать то, что ты умеешь. Линчевский Алексей. Сразу же говорю, уже Алексей у нас не поборется за тройку. Потому что упал первые две попытки. Ну, может, нас удивит как-то. Не удивит. Да, делает просто 1080. Вероятнее всего, пока что это его максимальный уровень. Но надо больше тренироваться. Так, Баженов-Севолод. А, да, Баженов-Севолод. У нас тоже упал первые две попытки. Сейчас просто уже на расслабоне кайфует. И делает Бэкси 1260. Тараканов Игорь идет пока что на третьем месте. Кстати, идет он на третьем месте. Сейчас. В принципе-то уже неплохое начало. Да, можно от чего-то стартануть, от чего-то оттолкнуться. Ну что, на старте. Получится ли у него улучшиться? Раз, два. Ё! Так хочется видеть действительно уровень, да, невероятный. И он замахнулся действительно на то, что нас удивит. Раз, два и три. Это был фронтсай трипл корк. Очень невероятно сложный элемент. У нас сейчас обоз. Смотрите, обозовик Никита. Он 93 балла во второй попытке. Если он сейчас уезжает эту попытку, это точно в тройке. Раз, два. Молодец. Молодец. Я знаю, Никитос может показать жирные трюки. Мощные, да? Вот. Бобрышев Вадим уже берет интервью у одного из призеров чемпионата России. Никита, а где ты научился так хорошо кататься? Так я купил курс по сноуборду. Дай угадаю. У Алексея Соболева? Да. У него много различных курсов, которые подойдут как новичкам, так и опытным райдерам. Круто. Тогда оставим ссылку на обучение в описании к этому видео. А босс молодец. Он мог бы лучше показать трюк нам, да? Но прыгнул всего лишь в фронтсайд 1080. Ну это, блядь, ну девчонки прыгали этот трюк, да? Но а босс-то непростой. У него уже есть 93 балла один трюк. И здесь будет где-то 75, мне кажется. Посмотрите. Так, здесь мы удалим. 168! 8 баллов у него уже сейчас, да? Суммарно за две попытки. Это просто колоссальные баллы. Колоссальные. Их могут еще перебить. То есть вот все вот это, что происходит сейчас в таблице, я на соревнованиях у себя в голове очень быстро калькулировал. Я знал, что прыгает каждый спортсмен. Я понимал, кто уехал, сколько баллов. То есть вот эту всю таблицу я у себя в голове обычно держал. Чтобы понимать, что мне прыгать. Усиливать попытку, либо меньше рисковать. Мостовой Константин у нас получается 79 баллов у него есть. Вообще у него две попытки уже хорошие. Он уже на данный момент идет на втором месте. Примерно второе-третье место, да? Ему нужно только улучшать. Посмотрим. Ну что, Костя, покажем. Раз, два. Да, отлично. Бексы 1260. И опять-таки он улучшает свою одну попыточку. Возможно, он тоже окажется в тройке. Ну что, обратите внимание. Миша Матвеев. У него 89 баллов уже за первую попытку. И, соответственно, если он сейчас мощно уедет, трюк, тоже будет в тройке. Возможно, даже на первом месте. А прыгать он будет, сейчас я вам скажу, что. Прыгать он будет фронтсайд 1440 или кэп 1440. Фронтсайд, наверное. А, нет, бексайд. А, он же не уехал в бексайд. И уезжает! Михаил! Вот это мужчина, блять! Очень рад за него. Очень рад. Молодец. Прекрасно. Он прыгнул. Фронтсайд 1440. И бексайд трипл корк. Мужчина просто поборолся, блять. Вцепился зубами в приземление. И все, поехал дальше отдыхать, пить пиво. Сидор, все, что пожелаете. Сегодня, блять, Михаил накрывает стол. Отвечаю. Можно просто вылетать в Новосибирск и оттопыриваться вместе с ребятами, блять. Итак. Степанов Данил на старте. Это у нас, напоминаю, амбассадор рэпа на чемпионате России. У него есть 82 балла за первую попытку. И... Ой-ой-ой! Да, здесь он, к сожалению, падает. Замахнулся на... Вообще, мне показалось, фронтсайд трипл он хотел сделать. Но не удалось. Ну что, Ленчевский Ярослав. Его третья попытка. Сможет ли он уехать в фронтсайд трипл? И выйти на первое место? Или нет? Потому что вторую попытку он упал. Раз, два, три. Да! Вот это! Вот это! Вот это, что мы ждали! Ярик, я тебя поздравляю. Это первое место. У меня аж мурашки на теле. Как же охуенно просто. Как охуенно видеть вот эту мощь. Бэксайд трипл, да? Которую он сделал в первой попытке. И фронтсайд трипл корк. Которую он сделал первый раз в жизни. На соревнованиях ребята его поздравляют. Потому что, блядь, он единственный, кто на этих соревнованиях уехал. Этот трюк. Фронтсайд трипл корк. Ярик, поздравляю. Просто пиздец. Я даже не знаю. Не могу сдержать своих эмоций. Это охуенно красиво. Раз, два. Ебануться, какая амплитуда. Улетел просто в конец. Просто вообще рядом с последней линией человек, блядь, приземлился. Он в шоке сам. Он реально в шоке. Мотает головой. Неужели это я сделал? Вот это интересно. Вот это что-то новое. Вот это мощно. Базовик Никита третий. Второй Миша Матвеев. Первый Ленчевский Ярослав. Антиасова Тианина. Это девочка, которая во второй попытке прыгала дабл корк. Бэксайд. Заняла третье место. Тихонова Дарья. Первое место. Кудряшова Ярославна. Заняла. Посмотрите, какие призовые. Посмотрите на этот призовой фонд. 300 тысяч за первое место. Чемпионат России. Я, честно говоря, сейчас такой сел и подумал. Может мне стоит... Может мне стоит начать опять соревноваться. Ну да. Все. А Босс на третьем месте. На втором месте, соответственно, Миша Матвеев. И, соответственно, на первом месте Ярик Ленчевский. Ура. Вот, собственно, и все, друзья. Чемпионат России закончился. Парни порадовали. Девчонки немножко не дотянули. Надо больше тренироваться. Парни, ну просто сказка. Услада для глаз. Смотреть на такие, конечно, трюки. Невероятно. Я в полном восторге. Надеюсь, вы тоже в восторге. Вот, комментирование моего. В принципе, в принципе, все. Пошел я, короче, собирать вещички. И еду кататься, потому что там за окном такое солнышко приятное. Вообще супер кайф у нас в Красной Поляне здесь. Просто сказка. Все, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.